Всем привет! Сегодня у нас очередное видео, посвященное сравнению светодиодных LED люстр с разными типами рефлектора. И в этом видео мы снова поговорим о компактных изделиях. В прошлом видео мы уже успели познакомиться, скажем так, с новинкой. Это светодиодные фары или люстры, у которых общий рефлектор на несколько светодиодных кристаллов. Например, у этой фары Alpine есть 24 светодиода и на каждый блок из 12 диодов предусмотрен свой общий рефлектор. На что влияет такое расположение светодиодов и их компоновка, сказать сложно. В прошлом видео у нас была аналогичная фара и она была заявлена как фара дальнего света. Но по факту оказалось, что подобного рода рефлектор очень хорошо рассеивает свет и фару можно было назвать фарой рассеянного либо рабочего света. Как будет в конкретном случае мы проверим немного позже. Также у нас есть более классическая фара с так называемыми 5D линзами. Здесь в центре есть 6 диодов с направленными линзами для формирования мощного луча дальнего света. И по бокам еще есть по одному блоку из 6 диодов с рассеянным светом. То есть эта фара одновременно хорошо освещает как дальнюю, так и ближнюю дистанцию. И еще одна интересная модель это двухрежимная фара Crystal. Здесь два ряда светодиодов. Они спрятаны за вот такой интересной линзой. И примечательна эта фара тем, что один ряд диодов светит с цветовой температурой 4000 кельвинов. То есть это желтый свет, который больше походит на противотуманку. А второй ряд светодиодов светит с температурой 6000 кельвинов. Для этого предусмотрена контактная группа из трех проводов и светодиоды можно включать по отдельности. Например, включив нижний ряд фара будет работать в режиме противотуманки, а включив два ряда перейдет в общий свет. В принципе идея двухрежимной фары очень интересная и мы даже тестировали аналогичную фару, но более мощную. Единственным минусом я могу назвать то, что из-за вот такого нестандартного расположения диодов и нестандартной формы линз светотеневая граница имеет много теней. Как все это выглядит на практике я вам сейчас покажу. Начинаем с самой слабенькой в этом тесте фары Alpine 6648C54. Она потребляет 54 ватта и имеет световой поток 4600 люмен. С каждого вата мы получаем 85 люмен и для этого необходимо 24 светодиода. Каждый люмен обходится в 18 копеек. У нас есть 6 дорожных конусов, один находится на расстоянии 25 метров от фары, следующий 50 и дальше шаг составляет 50 метров. Рядом с последним конусом на дистанции 250 метров припаркован автомобиль. Силуэт автомобиля не виден, видно только как свет отражается от номерного знака. Геометрия центрального луча имеет горизонтальную ориентацию и ее очертания напоминают прямоугольник или параллелепипед, как кому нравится. И этот прямоугольник вписан в круг, который выполняет уже функцию рассеянного света и подсветки обочины. Двухрежимная фара Crystal 10D48VX это комбинированная фара с режимом такой себе противотуманки с цветовой температурой 4000 кельвинов и с дополнительным еще светом, когда включается верхняя, скажем так, подсветка с температурой 6000 кельвинов. Аналогичную фару, но большей мощности мы рассматривали в одном из наших прошлых тестов и тогда меня смутила неоднородность светотеневой границы. Наблюдается своего рода сетка и некоторые объекты находятся в тени. То есть я думаю это очень хорошо видно сейчас, но тем не менее фара достаточно яркая и номерной знак автомобиля на расстоянии 250 метров от нас отражает свет, но сам автомобиль, его силуэт различить невозможно. В фаре используется 12 светодиодов, которые суммарно потребляют 48 ватт, что позволяет фаре развивать световой поток 5000 люмен. С каждого ватта потребляемой мощности мы получаем эффективность 104 люмина и каждый люмен обойдется в 22 копейки. И самая мощная фара в этом тесте Alpin 6646S72 потребляет 72 ватта, в ней установлено 24 светодиода, световой поток 5700 люмен, с каждого вата мы получаем 79 люмен и каждый люмен обходится нам в 10 копеек. Но при этом нельзя сказать, что эта фара по каким-то визуальным впечатлениям светит намного ярче предыдущей. По дистанции все примерно так же. Номерной знак, который расположен возле конуса на расстоянии 250 метров отражает свет, но силуэт автомобиля не заметен. У фары очень широкий угол рассеивания около 160-180 градусов, ориентация светотеневой границы горизонтальная и в центре выражен горизонтальный луч наподобие противотуманки. В общем, несмотря на примерно одинаковый заявленный световой поток, все три модели имеют разный характер свечения и разную светотеневую границу, поэтому дать единую рекомендацию я не могу. Здесь лучше, чтобы вы в комментариях написали свои мнения и впечатления по поводу каждой из этих моделей. А на этом, как обычно, все. Если видео было вам полезным, поставьте ему лайк и подпишитесь на наш канал.